Медвежонок В 1957 году киностудия «Грузия и фильм» снимала кинокартину Хатима, одноименной поэми Коста Хватагорова. Съемки проходили в Тусовском ущелье. Главный режиссер картины и автор сценария Сико Далидзе включил в сюжет фильма маленького медвежонка, который должен был обогащать быт горского аула XIX века. У медвежонка была небольшая роль, но в драматическом плане очень сложная. Он должен был показывать веселое настроение, веселый нрав, когда все в доме хорошо, когда в доме одни положительные эмоции, одни положительные события. И должен был быть грустным, когда появлялись проблемы. Подобрать медвежонка на роль было не так-то просто. Объявили настоящий конкурс. Привозили медвежонка из Тбилиси, из зоопарка одного, потом второго. В конкурсе участвовал и медвежонок Дикий, мать которой застрелили медведицу. Она была потрошительницей овец. И вот его выследили, застрелили, а медвежонка поймали и принесли. Вот примерно вот такая была картина. Как ни странно, но этот медвежонок и выиграл вот этот конкурс. Он был меньше всех и был самый податливый. Попал к нам медвежонок совсем маленьким. Ну, наверное, ему было месяца два, не больше. Первое, что мы хотели дать ему какое-то имя, какую-то кличку. Мы заметили, что он реагирует на звук А. Вот когда звук А он слышал, он свою мордочку тот же поворачивал в этом направлении. Вот так он у нас вот и стал Аллой. Тем более, это была девочка. Сделали мы ему ошейники-поводок, такие маленькие, легкие, чтобы он не убежал, потому что там собаки были у нас. И свои, и чужие приходили собаки из других селок, там, когда они или с отарами были, или со стадом ходили. Или машины, значит, чтобы он никуда не попал, ни в какую ситуацию. Вот так он у нас и рос, общим любимцем. Все дети нашего села просто его обожали. Каждому пытался что-то дать, погладить его, пронести. Мы с ним гуляли, мы с ним ходили за Нарзаном. В то время очень много было экскурсионных автобусов, которые ходили по военно-бруинской дороге, по маршруту Тбилиси-Авженикидзе. И все они останавливались. И медвежонку давали там всякие лакомства. Ну и нам там что-то не давали, перепадали там тоже чего-то. Это для нас было любимое занятие. Медвежонок прекрасно играл свою роль, когда нужно было показать веселый характер, веселый нрав, кувыркаться, бегать там за кем-то или от кого-то убегать. Но однажды, когда нужно было сыграть ему такую грустную роль, в тревожные дни, то в тот день я не смог поехать с ними на съемки. Заболел пастух, ну это был обычно день-два, и мы, дети, подменяли его. И медвежонка забрали без меня. Я с собой дал ему две бутылочки молока, соску, там как все положено. И вот его привезли на съемочную площадку. Все очень красиво там было, ну это по фильму вы сами видели. Погода хорошая, наряды красивые, Фатима необыкновенная, Тамара Кокова. Тут трещат дизель-генераторы. Эти прожектора сверкают разными цветами. И в этот момент как раз медвежон должен был сыграть грустную роль. Ну его выпустили, значит, на площадку. Он там кувыркается, за кем-то бегает. Ну не хочет он быть грустным никак. Не хочет. А в горах там такая особенность. Солнце довольно быстро заходит. Что делать? Все уже готово, а медвежонок не хочет дойти в образ. Они послали в соседний аул, не знаю у кого. Принесли оттуда раку и дали ему 150 грамм. Примерно, как они сказали. Но они не дали ему, а насильно налили в глотку. И в нем проснулся тигр. Тигренок маленький. Он как набросится на Фатиму. Оборвал ее красиво на ряды. Поцарапало ей ноги. Его еле поймали. Откуда у него когти появились, которых я раньше никогда не замечал. Его поймали, мордочку ему перевязали и положили в кабину полуторки. Надо было съемку продолжать. Надо было другие сцены снимать. И про него забыли. А когда через полтора-два часа пришли к машине, он уже был мертв. Вот так вот и сняли до конца в этом фильме нашего медвежонка. Для нас, для детей, это было очень большое горе. Маленькие даже плакали. Директор фильма, лорд Кипонидзе, привез другого медвежонка опять из Дмитрийского зоопарка, чтобы доснять сцены, которые не получили с нашей Аллочкой. Но, к сожалению, эти медвежата уже были довольно большие. И они никак не хотели, так сказать, были непослушные. И было нереально, значит, за какой-то месяц-два их войти в этот образ. Но, видя наше такое состояние детей, значит, наши большие, так сказать, наши большие скучные лица, лорд Кипонидзе предложил забрать одного из медвежат. Но мы от него отказались, потому что это было совершенно другое. Он был не ручной, он был, в общем-то, непослушный. Вот в руках у меня пожелтевший от времени снимок. На нем как раз мы идем за Нарзаном с нашим маленьким медвежонком. По военно-грузинской дороге. Проходили машины, и вот одна из легковых машин, в которой были туристы из Германии, из Германско-демократической республики, увидев медвежонка, остановилась. Какие-то нам дали сувениры, подарочки какие-то маленькие. И самое главное, они понаснимали нашего медвежонка. Вот это как раз снимок есть тех моментов. Прошло много лет. Ну, наверное, лет 15, не меньше. И на имя школы в Кобе приходит бандероль. Бандероль открывает, и там 10 или 15 снимков. Прислали эти немцы с вопросом, какова же судьба у этих детей, которых мы видели в горах с медвежонком. Мы уже школу закончили, все уже из Коби уехали. И никто не мог понять, что это, так сказать, за дети и что это за медвежонок. Одна из фотографий попала к моей матери. И она не по мне узнала, а по медвежонку. Разглядела, говорит, это вот Умар, Тутраз, Аким, Виктор. Хотели собрать фотографии, но только одна нам осталась. Досталась нам только одна. Вот здесь на фотографии, Тутраз в телогрейке. Эта телогрейка как раз для того, чтобы медвежонка сажать на плечо и носить его. Это был маленький, так сказать, эпизод из цирка. Он это очень любил. И от радости еще даже как-то стонал, визжал от радости. Вот мы по очереди эту телогрейку одевали и носили его. Маленький цирк был. Останавливались многие. Ну, приятно это было. Это было красиво. Это было наше детство.